Юбки, брюки, сарафаны и пиджаки, одежда на мальчиков и девочек разного возраста и разных комплекций. На этом небольшом швейном предприятии в Армавире работают всего 25 человек, но даже при таком малочисленном составе они успевают одевать детей по всей стране, уже не говоря о Краснодарском крае. Если для многих 2014-й стал кризисным, то здесь на предприятии этого не ощутили. Продукция пользуется большим спросом. Шьют одежду для детей из натуральных тканей, говорит Галина Бостракова. Если раньше сырье завозили из Арабских Эмиратов и Турции, теперь ориентируются на отечественного производителя. Если продали хорошо, значит, естественно, сработали хорошо. В 2014 году мы продали больше, чем в другие. С каждым годом получается, что рост. Мы от этого, конечно, только выиграем. У нас есть возможность и расширяться, и выполнять дополнительные заказы. Поэтому у нас все хорошо. Расширяют производство в условиях кризиса и на этом обувном предприятии. Пока одни переживали за сложную экономическую ситуацию, валютные колебания, руководитель фирмы Торнадо открывал второй магазин обуви в Армавире. За более чем 19 лет своего существования фирма пережила и дефолт 90-й, и обвал 2008-го. Но осталась на плаву и не растеряла своих клиентов. Компания сотрудничает со многими крупными городами страны, а теперь звонят даже из Крыма. Оборот предприятия с каждым годом растет, поэтому останавливаться на достигнутом руководстве не собирается. Наоборот, видит большие перспективы на будущее и плюсы отведенных санкций. Предприниматели наши, кто закупает продукцию, готовую за рубежом, у них будет очень высокая себестоимость. Соответственно, эта себестоимость будет недоступна нашему потребителю. И вот тут на этот рынок должны мы занять, мы российские производители. Сегодня дает нам право его расширить, увеличить и объем продаж, улучшить наше качество, повысить ассортимент нашей обуви. Замену иностранной кожи на предприятии тоже нашли. Уже ведутся переговоры с российскими производителями сырья в Рязани и Ярославле. В Южном федеральном округе фирма Торнадо – это единственное предприятие по индивидуальному пошиву модельной обуви ручной работы. Здесь ее делают на заказ, на любой размер, из любого вида материала. Клиент сам выбирает модель и цвет. Цены приемлемы и качество хорошее, говорят покупатели. Заключать договоры и приобретать товар приезжают из соседних регионов. Очень, конечно, удобно, потому что нога маленькая, нужен индивидуальный подход. А в обычных магазинах очень проблемно подобрать. Иногда я не нахожу, а тут все по размеру, все измерят, щи-колодку. Очень удобно и обувь качественная. Уже на протяжении многих лет мы заказываем здесь на заказ. Развивать малый бизнес, наполнять бюджет и запускать свое производство. Такую задачу перед главами муниципалитетов поставил Александр Ткачев на селекторном совещании. Импортозамещение может стать основой для экономического и промышленного роста на достаточно длительную перспективу. Упор нужно сделать на частное предпринимательство и малый бизнес. Сегодня государство вынуждено брать курс на импортозамещение во всех областях, включая рынок текстиля, одежды, обуви, наиболее зависимое от импорта. Мы должны научиться делать правильную, качественную продукцию, замещать импорт и занимать эту нишу. Займем сегодня, значит, займем навсегда. Как, собственно, мы делали по сельхозпроизводству. Лет пять назад мы 50% только, в общем-то, кормили себя, производили мясо, молока и так далее. Сегодня это практически уже 80%. Мы должны занимать свои ниши в других сферах бизнеса. И производство бытовой техники, производство мебели, легкая промышленность, одежда. Сегодня существует устойчивый спрос на отечественное производство. Мы должны уже в голове иметь и хорошие предложения, хороших предпринимателей, хороших бизнесменов, которые должны войти в новый бизнес, создать новые рабочие места, новые производства и так далее. Вот тогда мы будем освещать свои муниципалитеты бюджеты, средствами и, как следствие, возможностями, потенциалом для уже решения своих социальных задач. К примеру, в Армавире сегодня работает более 30 крупных предприятий в области машиностроения, металлообработки, дорожного транспорта и строительства. Ставку делают и на развитие новых производств для малого и среднего бизнеса. Именно это поможет создать экономическую подушку безопасности в регионе, неоднократно говорил губернатор. Задачи, которые перед муниципалитетами поставлены к губернаторам, сам Николаевичам Ткачевым, мы должны реализовать у себя на территориях. И сегодня этим занимается малый и средний бизнес и роль администрации помочь найти такие ниши, которыми можно было бы восполнить выпадающие направления. Это легкая промышленность, это и пищевая промышленность, и другие направления. И уверен, что Армавир в импортозамещении найдет свою нишу. 2015-й будет сложным, еще раз напоминает глава региона. Но это не должно помешать краю развивать проекты в различных сферах экономики. Самое главное, подчеркивает Александр Ткачев, не расслабляться и пересмотреть свои расходы. Даже в таких непростых экономических условиях можно и нужно запускать свое производство и развиваться. Сейчас необходимо сосредоточиться на том, что будет приносить доход и наполнять местные бюджеты. 2015-й год будет непростым. И никто не может предсказать ситуацию ни по нефти, ни по валютному рынку. Будем жить в режиме экономии, поэтому не расслабляться. Собственные силы, свои администрации готовить к такому сложному, непростому, во многом непредсказуемому году. Требует всех мобилизации. Прежде всего по наполнению бюджетов, вместе с налоговыми службами. Обратите внимание очень серьезное на все налоги, прежде всего муниципального, регионального уровня. Уверен, что мы справимся с этой задачей, с этим вызовом. Однако, несмотря на все сложности, нынешняя ситуация на крупные предприятия никак не повлияла. Они твердо стоят на ногах и продолжают работать в обычном режиме. К примеру, на Краснодарском кирпичном заводе заказы расписаны на полгода вперед. Здесь делают стройматериал не хуже, чем за границей, используя отечественное оборудование и местное сырье. Тем более, что глины на Кубани предостаточно, говорит директор завода. Только за 2014 год производство увеличили на 10-15%, и это не предел. Так что здесь кризис воспринимают как вызов. Сделаем свое и заработаем.